Практическая психология Практически, наверное, перейдем к письму, которое опять-таки через социальные сети пришло. Часто бывают скандалы из-за телефонов. Во-первых, ребенок может часами сидеть в телефоне и играть в игры. Муж регулярно сует свой нос в мой телефон, чтобы посмотреть, кто мне звонил и с кем я переписываюсь. Я и сама решила проводить такие же контрольные проверки, после чего лишилась сна, доверия к своему собственному мужу и обрела паранойю. Теперь я каждый день нахожусь как на войне. Узнала, кстати, о муже много интересного и неприятного, и о себе тоже. Ну, с уважением. Как с этим жить? Лилия. Я пообещала, что мы обязательно разберем, прямо по частям разберем. Во-первых, начнем, наверное, с самого важного, что она тут заявила. Первое, да? Ребенок может часами сидеть в телефоне и играть в игры. Мне кажется, это такая тенденция сейчас повсеместная. По крайней мере, я смотрю даже по своему пятилетнему ребенку. Да, у нас есть там классные игры, где, конечно же, есть игры, которые развивают мышление, внимание, память и все остальное. Но есть и игры совсем деструктивные. Например, мам, дай пострелять. И это все есть, да? Как правильно выстроить взаимоотношения ребенка и современных гаджетов? Ну, например, телефона этого же. Ну, будет замечательно, если эти отношения будут выстраиваться с самого начала. Потому что ребенок при рождении не рождается с телефоном в руке. Он когда-то с ним знакомится, да? И когда-то мама, наверное, думает, боже, какое счастье. Ребенок сидит в телефоне, нажимает кнопочку, я могу что-то поделать. И воспринимает его как прям помощника. Вот в этот момент надо очень четко понять, взвесить. Для меня что важнее? Свободное время, которое дает мне телефон, любой гаджет, планшет, телефон. Либо развитие моего ребенка. Да, и в то же время его здоровье. Потому что мы с вами видим и наблюдаем, что и зрение падает. И нейропсихологи говорят о том, что когда ребенок очень часто общается с современными гаджетами, у нас увеличивается количество детей с синдромом дефицита внимания. То есть у тебя постоянно мелькание картины. Огромное количество информации, которую невозможно переработать. А сортировать эту информацию ребенок, естественно, не умеет. Взрослые это не каждый умеет, а ребенок тем более. И еще одно из, наверное, таких деструктивных влияний гаджетов – это то, что там очень много визуального материала. Видео, картинки, еще что-то. И гораздо меньше текстового материала. В результате у ребенка практически отпадает надобность в воображении. То есть не надо придумывать этого героя. Он тебе на картинке уже показан какой. Когда мы читали, мы этого героя воображали в голове. И он у каждого был разный. Да. И это потом очень хорошо влияло на развитие вот той самой сейчас безумно востребованной креативности, что сейчас очень востребовано. Но социальные вот эти гаджеты, они убивают развитие креативности в человеке. Как ни печально. Да, плюс ко всему, опять-таки, если брать с точки зрения нейропсихологии, то если это игры, которые, например, на меткость, на стрелялке или еще что-то, где есть проявление агрессии, то все наши... Ведь когда ребенок играет, каждая мышца его тела, рук и лица в это время что делает? Сосредоточена на чем-то конкретном, да? Да. То есть, следовательно, сосуды наши тоже в коре головного мозга сужаются постоянно, да, выбрасывается гормон, да, адреналин, да, и в итоге мы получаем такого, знаете, хорошего невротика, который готов в любой момент закричать там, да, там стукнуть и что-то еще сделать. То есть мы... Нам кажется, ну, всего лишь ребенок сидит и играет в телефон. Да что вы к нему пристали, понимаете, да? И вот тут, наверное, все-таки мы сейчас возвращаемся к экологичному обращению с современными гаджетами. Сколько нужно по времени? Можно каким-то образом с ребенком договариваться? Нужно ли договариваться? Потому что мы все равно с вами понимаем прекрасно, что это другое поколение, да, это новое поколение, которое будет пользоваться всеми этими новыми технологиями регулярно. И если мы совсем ребенка не будем подпускать или пугать, что это деструктивно, что это опасно, это не выход. Это ни к чему хорошему не приведет. И да, действительно, современные дети – это дети, которые выросли в эпоху интернета. Мы с вами еще помним мир без интернета, они вообще не понимают, что это такое. Как можно было так жить? Да, поэтому они в этом смысле, они реально другие. И как-то ограничивать общение ребенка с гаджетами, вот родителям надо, так сказать, четко понимать свою тоже зону влияния, возможно, скорее всего, только до подросткового возраста. Потом, когда ребенок уже дошел до подросткового возраста, делать это будет дико сложно. И это либо надо родителям иметь очень жесткие такие внутренние, да, так сказать, надо уметь будет с ребенком идти на конфликт, чтобы отобрать у него гаджет, чтобы запретить, чтобы ребенок слушался. А пока ребенок маленький, это сделать достаточно легко. Ну вот, например, у нас регулярно бывает такое, что есть договоренность, да, что у тебя есть 15 минут, ты сейчас можешь играть, покажи, в какие-то игры собираешься играть. Время пошло, будильник звенит, он уже сам идет, несет телефон и говорит, все, мамочка, спасибо, я поиграл. Да, но это изначально было заложено. Это выстроенные отношения, и у него даже нет мыслей, закрадывающейся, что может быть по-другому. Можно быть, да, что может быть по-другому. Да, и ребенок, он прям в этой реальности живет. А если мы вдруг ему все разрешали, а потом вдруг решили делать правильно, ну, я вам скажу, это фейерверк будет. Ну да, но опять-таки давайте мы сейчас будем честны, да, это первые, наверное, две недели бывает сложно. То есть, по крайней мере, вот в моей практике, да, есть такие клиентские случаи, когда принимали решение, что, ну, сначала у ребенка была вседозволенность с общением с гаджетами, да, но когда родители приняли решение, что эти моменты нужно ограничивать, потому что это уже там плохое зрение, плохая нервная система, это уже совсем другой эмоциональный настрой, да, за две недели родители справились. Молодцы. Во-первых, родители молодцы, что они увидели, что влияет не столько на физику, да, на зрение, а на то, что ребенок стал каким-то другим, да. То есть родители смотрят за ребенком. Не смотрят в смысле, куда пошел, помыл ли ручки, да, и наделали шапку, а смотрят за его эмоциональным состоянием. Да, и это надо набраться родителям очень большого мужества и внутренней силы, чтобы выстоять в этих конфликтах с ребенком, потому что ребенок конфликтовать будет. Капризничать, кричать, требовать истерики, топать ногами, все что угодно, в зависимости от возраста, какой там у него набор манипулятивных техник присутствует. И это надо спокойно, очень четко. Структурировано. Да, выдержать, мы с тобой договаривались, будет вот так. Не срываться на крик, да, не отвечать ребенку тем же. Агрессивно. Просто повторять, да, что такой был договор. У нас, да, мы с тобой это обговорили. Давай следовать нашим договоренностям. И примерно через 30-40 минут ребенка отпустит. Может быть, еще раз делать попытку, может быть, еще 2-3, да. Но потом, как бы сказать, смириться с неизбежным. Причем вот такой сразу же вопрос. Когда будем договариваться, мы сейчас берем, например, уже детей, у которых была дозволенность с общением с ганджетами, да. И вот потом родители вовремя понимают, что что-то не так. Давай будем, тогда будем как-то под контролем, да, все это держать. Но, как вы сказали, до подросткового возраста, когда там ребенок может сказать, все, я там, это моя жизнь, я хочу, я хочу, как хочу, так и живу. Нужно ли договариваться, обещать что-то? Вот давай вот мы с тобой сейчас вот там, да, придем к такой-то системе общения, например, с этими же там, с планшетами, с телефонами. И вот если у нас все это получится, то тогда ты там что-то получишь. Ну, какой-то такой стимул, да. Или же мы эту удочку не закидываем и говорим, мы это делаем, потому что... Потому что так, правильно. Потому что вот так, да, это тебе на пользу. Я иногда дочери говорила, когда она там говорит, мама, это несправедливо. Я говорила, подожди, ты доживешь до моего возраста, у тебя будет ребенок такого возраста, как ты сейчас, и ты меня поймешь. И почему ты действовала всегда хорошо, не знаю почему. Потому что еще надо дожили до такого возраста. Потому что она понимала, что есть, наверное, вещи, которые... Во-первых, я разговаривала, а во-вторых, она понимала, что она действительно чего-то не понимает и не видит. Не потому что она там, ну, дурочка, да, а потому что... Просто в силу возраста. Просто потому что у меня другой опыт. И она понимала, что будет время, она к этому придет. Еще я хочу обсудить с вами вот такой метод. Значит, когда ребёнок действительно в такой зависимости игровой, то есть они всё время играют, играют, играют. Тут совсем недавно на семинаре разбирали эту ситуацию. Значит, родители дают ребёнку, это всё обсуждаемо, это всё очень индивидуально. Родители говорят, вот смотри, ты сегодня с утра до вечера играл в компьютерные игры. Вот твой день, ты встал во столько-то, там пообедал, сходил перерыв, только потом там поужинал, вот у тебя был перерыв, и всё, вечером там лёг спать. Вся остальная твоя жизнь прошла совсем в другой реальности. Тут же проговаривают ему, что смотри, плохо спишь, по ночам просыпаешься, то есть мы смотрим на его эмоциональное, физическое состояние. Ты там по ночам кричишь, у тебя бледный вид, ты уже который день не гуляешь. И обязательно всё это озвучиваем, прям подводим к зеркалу ребёнка, вот мешки под глазами, если они там, например, есть, посмотри, и дальше проговариваем. А теперь давай попробуем так, вот завтра ты тоже во столько же встанешь, во столько же ляжешь спать, но только этот день у тебя будет, например, полчаса всего игр, а всё остальное мы будем с тобой жить нормальной, реальной жизнью. И составляем план на завтрашний день, чтобы у ребёнка было понимание, чем он завтра день этот заполнит. И когда этот день прошёл, где там было, например, прогулки, было кино, было общение, были гости, было чтение книг, мы показываем, что было вчера и что у тебя сегодня. В качестве жизни вот такими критериями уже можно разговаривать с подростками. Ну да, только единственное, что мы каждый день не сможем ему заполнить кино, гостями и всем остальным. У него будут дни, когда это будет работа, то есть что-то... Учёба. Учёба, то есть для подростка, для ребёнка работа – это учёба, да, и она не всегда прям приносит положительные эмоции, мягко скажем, да, поэтому он скажет, мне реально жизнь вообще не нравится, потому что тут надо напрягаться. Да, мне гораздо интереснее было тот день, когда я сидела в социальных... Ну, вернее, просто... Или в социальных сетях, или в игре. Да, без разницы, да, где-то там, то есть можно туда-сюда прыгать, в принципе. И тот день был реально круче, чем та реальная жизнь, которую ты мне предлагаешь. Но один из методов всё-таки мы можем попробовать, да? Нет, конечно, конечно, можно показать, особенно если ребёнку понравится в этот день. Не вопрос. Вот как-то, наверное, в этом году у меня дочь болела зимой, и я пока там с температурой лежала, я думаю, ну пусть сидит. Она сидела прям с утра до вечера. Она сидела, наверное, дня два с половиной. А потом наелась, да? А потом вышла и говорит, мам, что-то поделать бы. Что-то бы... Я говорю, да как ты же вроде там... Она говорит, уже не хочу. Вот встала где-то. А если всё время запрещать, то это же так будет манить. Конечно, конечно, запрятный плод так сладок. Это вечный закон. Ему противостоять, наверное, самонадеянно будет очень. То есть иногда надо детям дать возможность вкусить это по полной программе. Вот хочешь ты сегодня общаться? Ну вот попробуй. Да, вот давай. Но в то же время мы должны обязательно обратную связь им какую-то давать. Вот смотри, я всего... Если он не нас слышит. Да, если не нас слышит. Если они нас ещё не в противодействии с нами, то есть это вот бывает в подростковом возрасте, когда мир взрослых становится как бы врагами априори. А мы против вас. Если пока ещё всё хорошо, но если в подростковом возрасте у ребёнка с родителями доверительное отношение, конечно, они всегда слушают. Даже если делают вид, что не слушают. Хорошо. Следующий вопрос. Как вы считаете, в социальных сетях это всё-таки благо? Социальные сети для детей это благо или же это опасность? Ну, опять же, как у любой медали, есть две стороны. Есть, конечно, благо. Потому что... Ну, дети совсем маленького... Ну, как маленького, да, там, например... Ну, например, начинают в начальном звене уже зарегистрироваться. Да, младшие школьники. Причём я всегда говорю, лучше помогите родителям сами их зарегистрировать. Конечно. Чтобы можно было хоть какое-то время думать, что вы контролируете эту ситуацию. Пожить в иллюзии можно какое-то время. Это возможность общения. В подростковом возрасте, как мы помним, да, из курса возрастной психологии, ведущая деятельность, то есть ведущая, это та, которая даёт человеку максимальное развитие, максимальный уровень открытия, да, продвижения себя по жизни, так вот в подростковом возрасте это общение. Переоценить общение просто, ну, невозможно. И социальные сети дают ещё одну возможность для общения. Да, и в подростковом возрасте ведь очень важно для ребёнка быть принятым. Да, где-то в какой-то группе подросток только через группу себя реализует. У него одного ещё нет сил, он ещё слаб, да, как личность, он ещё слаб. Поэтому ему надо куда-то вот присоединиться. А в социальных сетях сделать это гораздо проще. Ты в группе зарегистрировался, тебя приняли, всё, ты уже член общества, всё, поехали, нас интересуют твои мысли, твоё мнение и всё остальное. То есть в этом смысле, конечно, хорошо. С другой стороны, как везде, существует масса опасностей, существует масса негативных сторон, там, начиная от педофилов, разных синих китов и всего остального, да, далее до чистых мошенников и, я не знаю, воров там, да, которые таким образом пытаются узнать, когда семья ребёнка дома и, значит, когда можно там просто в квартиру залезть. То есть абсолютно полный спектр. От плюсов до минусов. Всё. Хорошо. Какие дадите практические рекомендации, чтобы ребёнка каким-то образом обезопасить или как-то настроить, объяснить ему, что нужно делать? Ну, во-первых, родителям надо очень сильно посмотреть на себя, потому что дети в социальных сетях нас копируют очень-очень много. Если мама постоянно выкладывает, там, не знаю, ежедневно, ежечасно подробности своей жизни, выкладывает фотографии в купальниках и всё остальное, то, скорее всего, её девочка, да и я, до определённого возраста будет делать то же самое. И мама-то ведь уже взрослый человек, она уже достаточно защищена, да, а ребёнок-то ведь ещё нет. То есть мамы аккуратнее, не надо подробностей, слишком много подробностей личной жизни выкладывать в социальные сети, потому что ребёнок будет вас копировать. Обязательно. То есть, ну, такая социальная ответственность перед собственным ребёнком у родителей должна быть. Иногда сейчас даже дети, например, сами говорят, там, мама, там, или там, папа, да, ну, не надо выкладывать наши фотографии в социальных сетях. Мы не хотим, мы тут смешные, там, мы ещё там какие-то ещё, но, тем не менее, я всегда говорю, если ребёнок говорит нет, значит, нет, однозначно. Ребёнок настолько ещё уязвим в плане каких-то лёгких даже насмешек, какого-то сомнения в его внешнем виде, какой-то там неудачной фотографии, что не надо, подождите, он вырастет, да. Он решит, какие фотографии ему. И будет умиляться этим своим фотографиям, да, подождите. А сейчас для него это прыщик на носу, это вообще катастрофа. Да, и, во-вторых, надо ребёнка с достаточно, там, маленького возраста, да, с начальной, наверное, школы, когда он только открывает, обычно, когда создаёт аккаунт, учить основам безопасности. Мягко, на доверительной такой основе, что давай вот, в этом мире есть всё, да, есть люди, которые не самыми добрыми намерениями могут с тобой общаться, поэтому какие-то такие слова-маркеры, да, которые, когда возникают, когда ты читаешь такое, приходи ко мне, какие могут быть там слова, там, я не знаю, как часто ты бываешь дома один или одна, там, ты очень красивая, да, давай, я не знаю, встретимся, познакомимся, да, как часто вы, там, уезжаете куда-то из дома, да, то есть вот такие вот они вроде бы достаточно безобидные, но ребёночка должно... Насторожить. Да, и должно вот сыграть и с этим сразу к маме. Или к папе. Или к папе, с кем создано доверительное отношение, то есть в этот момент мы с тобой вместе заходим в профиль данного человека, смотрим, потому что можно же много узнать по профилю человека. Конечно. И вместе с тобой мы решаем, будем мы с этим человеком общаться или нет, да. Ребёнка будет, во-первых, тоже ответственной за собственную жизнь. То есть он будет понимать, что мама или папа доверяет тебе выбор общаться с этим человеком или не общаться. Ну, а взрослый человек, ведь он умный, он повернёт правильно, да, в нужную ему сторону. Вот, поэтому это надо отслеживать. Сейчас очень, кстати, участились случаи, когда с подростками так хорошо работают, когда взрослые люди тебе пишут и просят о помощи. У меня ребёнок такого же возраста, как ты, я не могу с ним справиться, давай это. И когда идут просьбы, такие, уже такие, достаточно меркантильного характера, да, а ребёнок, у него доверие-то уже создано. Выстроили. Да, у него барьеры защиты, они уже всё, они уже пали. Поэтому вот аккуратнее надо ребёнка. Несколько раз, возможно, эти разговоры заводить. Там раз, потом ещё раз, потом ещё раз, да, и у него там где-то отложится. И в нужный момент ребёнок придёт. Но тут главное родителю не включить такого родителя. Сейчас я всё оценю и скажу тебе, что делать. Потому что если так жёстко себя вести, в следующий раз ребёнок может не прийти. Не прийти. Да. То есть самое главное, не надо оценивать... Самое главное сказку не спугать, да? Не оценивать аккаунт своего ребёнка в социальных сетях. Потому что тут ему скажут, что ты, там, какая-то девочка не в той одежде у тебя, ту, значит, не знаю, там, накрашена не так, тут, там, не знаю, живот полуголый. А в следующий раз ребёнок не покажет. Или исключить вообще из других. Или исключить, или создать другой аккаунт. Да, да, да. Так что везде всё аккуратненько, да? Очень аккуратно. Особенно, если касается это детей. Хорошо. Вот смотрите, есть такой момент, например, вы чётко понимаете, что у ребёнка, как вы сказали, не те картинки, не ту музыку, как вам кажется, он слушает, какая-то она всё там, да, не те посты репостят. Ну, и реально понимаешь, что ты несёшь ответственность за жизнь своего ребёнка, да? То есть у тебя из законодательности до 18 лет это бремя несёшь. Как здесь правильно поговорить? Как правильно вызвать на разговор, чтобы тебя услышали? Ну, наверное, уже как со взрослым. Как с любым взрослым. Если это подросток, то как с взрослым человеком. То есть как мы общаемся со взрослым? Мы же не говорим, не подходим там к подруге или к мужу, и не говорим, слушай, у тебя там вообще что творится на страничке-то? Ты убери-ка быстренько. Ну, мы же так не разговариваем с нашими на равных, да? Поэтому здесь точно так же у меня есть право, как у любого человека, выразить своё мнение относительно твоей страницы, относительно вот этого, вот этого и вот этого. У тебя есть право принять мои слова к сведению или нет? Ещё, мне кажется, нужно обязательно проговаривать с ребёнком начальное звено, среднее звено, подросток уже, да, о том, что есть определённые правила, да, общения вот в этом же интернет-пространстве, да, что иногда ты сделаешь такой репост той группы, которая не является, например, конструктивной, да, а является деструктивной, да, и в итоге получается, что мы с тобой можем оказаться ещё и в прокуратуре, и ещё много где, да, то есть вопрос, это всё равно же работают, да, специалисты по безопасности. Работают, и в том-то и дело, что если я увидел, можно подойти и, во-первых, сначала понять, со мной сегодня ребёнок будет разговаривать или нет, потому что родители же, они часто не понимают границ личного пространства, они подходят, открывают дверь в комнату и говорят, мне надо поговорить. А ребёнок может вообще в другом мире сейчас, да, находится, думает о чём-то, там, не знаю, рефлексируют, размышляют, я не знаю, по девочке страдают любимые, без разницы, то есть нашли время, когда готов, и тогда вот по этому посту ты поддерживаешь автора, это твои, да, тебе эти идеи близки, если да, очень серьёзно надо насторожиться и прям вот, наверное, не решать даже самому. Всё окей, я понял, и бежать к психологу, да, что делать, потому что давлением ничего не решить. Если же ты не поддерживаешь, просто, ну, стадное чувство подростков развито безумно. Да, нас попросили сделать препосты, поэтому мы тут это сделали. А в итоге о чём это, да, я не знаю. Ну, давай мы с тобой посмотрим, да, какие могут быть последствия у этого. Если ты готов эти последствия нести, не вопрос. Не готов, давай. Но я не готова, да, например. Да, я, например, да, ты, если готов, то смотри, на меня это отразится вот так. А на тебе вот так. Тогда у меня будут к тебе вот такие последствия, решай сам, надо тебе оно или нет. Потому что мы, ну, я тебе сразу говорю, что мне не понравятся эти последствия, и это потом пойдёт на тебя, да, реши сам. Ты готов? Отлично. Какие рекомендации дадите родителям? Вот, например, некоторые родители говорят, ой, я даже не знаю, что он там у меня смотрит, я даже не знаю, что у меня ребёнок там слушает. Но ведь, например, в этом же ВКонтакте, да, мы можем с вами посмотреть там аудио, видео, да, своего собственного ребёнка. И не обязательно с точки зрения критики, а, например, можно с точки зрения, даже если это вам музыка не очень нравится. Ой, с музыкой вообще лучше не лезть, честно говоря, если это не какая-то там сильно... Не обязательно давать оценку, да. Вообще не обязательно. То есть, но поинтересоваться, а что это за музыка, а кто этот автор, да, а что это за группа? Мне кажется, это всегда бывает интересно, потому что это, знаете, такое своего рода, да, я тебя вижу, я тебя слышу, я тобой интересуюсь, я хотела бы, да. Ну, если ребёнок не скажет, как бы, мам, ты с интернетом знакома? Набери в поисковике и посмотри, что за группа. Да, может быть, и такое сказать. Легко. Да, то есть сказал всё, шаг назад, отошла, поняла, сейчас не время, видимо, разговаривать. Если так сделать, то, скорее всего, ребёнок через день-два, может, через час сам придёт и расскажет. И расскажет. То есть если оставлять ему это свободное пространство и не говорить, как так ты мог, да, а ты мне тут, понимаете, или я тебе шаг навстречу, а ты мне... Не надо. Ещё мне очень нравится такая, тоже такой метод, когда мы у детей, у самих, да, у своих детей спрашиваем, там, слушай, скажи, что мне посмотреть сегодня, там, да, какие фильмы интересные есть, там, да. Слушай, а что сегодня, или там, а что вообще сейчас молодёжь слушает? Мне вот, например, это интересно, да. И когда уже ребёнок, о, ну, ну, на, вот, послушай вот это. А ну, что, не нравится? Ну, тогда вот это. То есть вот помнить о том, что, ну, да, там, вас разделяют какие-то, там, 20, там, 25, ну, какая там разница, да, вот. Но, тем не менее, мы же тоже проживали, у нас же тоже было подростковое, там, детство, подростковый период, ещё что-то, да? Мне вот очень нравилось, когда маме нравились песни, которые нравились мне. И я знаю, что у меня ребёнок сам приходит и иногда даёт слушать. Конечно, иногда у меня глаза просто влезают из орбиты, а иногда действительно очень, ну, такие хорошие композиции, интересные. Я вижу, что ей нравится. Отлично. Ну, что, переходим к следующей части нашего запроса. Итак, муж регулярно сует свой нос в мой телефон, чтобы посмотреть, кто мне звонил, с кем я переписываюсь. Да и сама я решила проводить такие контрольные проверки, после чего лишилась сна и появилась паранойя. В общем, ситуация, по-моему, как вот вы, как практикующий психолог, да, мне кажется, каждый второй приходит с этой темой, что вот лучше бы я туда не смотрела. Да, вот это, конечно, очень. Лучше семья на грани распада, а всё, виноваты вот эти социальные сети, телефоны, любопытство моего мужа или там моей жены. Любопытство, я бы сказала. Как вот с этим совсем справляться? Ну, во-первых, конечно, не лезть. Это прям вот, прям вообще надо, я не знаю. Я это слышу, как многие, как многие осмеются в унисон со мной, потому что они говорят, ну, это же, знаете, это как, ну, невозможно, это же сказка, так хочется. Возможно, я вас уверяю, это возможно. Ну, я знаю, это возможно. Потому что мне, когда девочки там... Хочешь жить спокойно, да? Говорят, я не могу не написать, я не могу не посмотреть. Я говорю, руку себе отгрызи. Если ты не можешь не написать. Всё это возможно. Во-первых, тут сразу видно, что люди в этой семье не соблюдают личное пространство друг друга, никакого уважения к пространству друг друга. Мы хотим знать о другом человеке всё, неважно, хочет он нам показывать это или нет. Раз ты мой муж или моя жена, значит, ты мой там... Моя собственность. Да, моя собственность. Каждая из них относится к другу как к своей собственности. Это уже нарушение границ личностных. Ладно бы это давало хороший результат, нарушайте. Но это даёт противоположный результат, к сожалению. И потом, когда девочки... Чаще всего девочки туда лазят, да, в телефон и к мужьям в социальной сети. Я говорю, вы когда туда лезли, вы ожидали найти что-то там негативное? Да, ожидали. Ну, какое-то подозрение было. Я говорю, а вы когда это найдёте, вы что с этим делать собирались? Не знаю. Так вот надо задать себе вопрос. Если я что-то найду, как я дальше буду с этим жить? Что я дальше-то делать буду? Потому что пока я не нашла, я ещё могу доверять мужчине. У меня ещё есть для этого основания. Тут я что делать-то собираюсь? Есть ещё иллюзия отношений, да? И эта иллюзия, кстати, спасает многие отношения. Потому что мужчина сегодня там взбрыкнул, а завтра в ум пришёл, и всё хорошо. Отношения не нарушены. И самое это ужасное, когда я мужчине озвучиваю, что ты плохой, потому что ты вот так себя ведёшь где-то в социальных сетях. Не столько мне его потом надо будет простить, сколько надо понять, что мужчине очень тяжело... Он для своей жены уже никогда не станет хорошим. Ведь она его один раз уже, так сказать, улечила. И вообще зачем мне стараться быть для неё уже хорошим? А уже всё. Уже, как сказать, вот этот вот рыцарь в сияющих доспехах, он уже померк этот образ. И мне теперь... А зачем стараться? Всё. Хорошо. Вот тогда такой вопрос. Вот отношения только начинаются. Ещё неизвестно вообще, будет ли это семейные отношения, будут ли. Вот эти вопросы тоже можно договариваться на берегу? Как научить им, как отстаивать свои личные границы? Вот, например, в таких элементарных вещах, как вот если это мой телефон, значит, да, то ты не имеешь там права. Или там ты... Я прошу тебя, не трогай его, это моя вещь. Ну, как вот это всё простроить? Мне кажется, это внутри человека находится. Если мне важны, важно моё личное пространство и мои психологические границы, я вот самое главное, я не буду нарушать границы другого человека. Я-то готова к тому, чтобы не трогать телефон своего партнёра, если я прошу у него не трогать мой. Ко мне это требование ведь ещё выше. Я могу его приучить уважать себя только тогда, когда я уважаю его. Невозможно по-другому. Поэтому, если вы такие отношения выстраиваете, сами будьте готовы к тому, что карманы, сумки, телефон, почта, его или... Это неприкосновенность. Тогда у вас будет неприкосновенность вашего личного пространства. Телефона, интернета, социальных сетей и всего остального. Даже если вам там нечего, не знаю, нечего прятать, другому человеку не обязательно туда заходить и всё проверять. Отличная позиция. Ну вот, опять-таки, сейчас расскажу о себе. У меня телефон всегда вообще в доступе. Дети могут взять, у них есть свои папочки там поиграть. Любой человек может взять с этого телефона, позвонить. Там можно зайти в моё, да. Но я всегда говорю, что вот мой телефон, я никогда его никуда не прячу. Но другое дело, что потом, как вы будете с этим жить, если у вас там такой... Ну, как бы, у меня реально очень интересная, активная, социальная жизнь. Я всегда, там, да, у меня постоянно регулярная переписка, да. И с людьми противоположного пола в том числе. Однозначно, да. И в итоге, то есть я всегда говорю, когда человек, например, берёт, даже, например, у меня, я проговариваю со своими детьми, что у меня там могут быть видео и картинки не по вашему возрасту. Поэтому, если ты не хочешь разочароваться в идеальной маме, то, пожалуйста, вот у тебя есть своя папка, и вот в этой папке твои, там, например, игры или там ребуты, ещё там что-то, да. То есть то же самое я проговариваю в отношении, например, со своим мужем, да, что телефон вот здесь, но как ты поймёшь эту переписку или что ты там, да, найдёшь, это уже будет зона твоей ответственности. Потому что я такая, какая я есть. И я не буду туда ставить ни пароль, я не буду туда ставить... Мне это просто не надо, да. То есть тут всегда ещё и тема человека, который берёт чей-то телефон, там, да, там, супруги, там, супруга, ещё что-то, да. Но, действительно, готов ли ты потом с этими демонами жить? Очень мало у нас людей, которые умеют просчитывать свои шаги и последствия своих поступков хотя бы на чуть-чуть. Да, то есть то, что я сейчас что-то узнаю, дальше что? Что ты будешь с этим делать? Ты готова, например, сейчас устроить скандал, развестись, а если он уйдёт? Ты этого хочешь? Точно хочешь? Если готова, если это настолько тебя уязвило, твоё достоинство, не вопрос. Если не готова, сходи лучше к психологу. Выли ему, да, вы с ним разберётесь, ты придёшь домой счастливая, довольная, будете жить ещё лучше. Либо он тебе скажет, это настолько недопустимо, что, да, разводись. То есть... Психолог как-то не скажет. Ну, в редких случаях, мне кажется, бывает всё-таки. Это когда совсем уже, там, на уши вот нечего. Спасибо большое за рекомендации. Ну, и, наверное, несколько пожеланий в завершении нашей программы. Я бы очень хотела пожелать... Соблюдать личное пространство другого человека и своё тоже. Я бы очень хотела пожелать доверительных отношений с вашими детьми, потому что только доверительные... Выстраивая доверительные отношения, вы сможете знать, чем живёт ваш ребёнок и сможете быть хоть как-то в курсе его дел. Сегодня в программе «Практическая психология» говорили о правилах общения с современными гаджетами, о социальных сетях и о детях. В студии вместе со мной была практикующая психолог, тренер-специалист в межличностных отношениях Наталья Рыбакова. Наташа, спасибо вам большое. И вам спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Практическая психология. Субтитры создавал DimaTorzok